Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холли Плей, первый серб, у них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет очередная новая серия, а перед этим хочу вам сказать большое спасибо за вашу активность, за ваши лайки и просмотры. Мне очень приятно, что вы так поддержите меня, надеюсь в дальнейшем будет так же. Стараюсь пилить для вас год и контент. Итак, я узнал пару еще плюшек насчет рыбалки, пацаны, но не как его ловить, а кое-что другое. И как его ловить, я думаю, все уже давно поняли, а кто не понял, то ссылки на видео про рыбалку я оставлю в описании. Можете посмотреть, там подробно все было рассказано, чтобы вы заранее знали все плюсы и минусы рыбалки и что и как и зачем. Поэтому следует вам посмотреть эти видосы, там два видео, короче, будут в описании. Поэтому посмотрите. Итак, большое спасибо подписчику, который написал комментарий под предыдущим видео о том, как нужно приготовить рыбу, как можно ее приготовить. В принципе, да. Написал эту команду специальную, я ее проверил, она действительно работает, но есть некоторый нюанс. То, что нужно находиться на рынке возле костра там какого-то, хотя я такого там не видел. Но сейчас мы поедем, поищем это место, короче, да, как бы. И я узнал, что есть топ рыбаков. Вы пишите вот команду топ и рыбаки. Я думал, что я буду на каком-то здесь месте, но, блять, здесь такие рыбаки ебанутые, что мне до них еще далеко. Вот, кто на первом месте, блять, это, я не знаю, это, это килограмм, сколько он, типа, словил, я так понимаю, да? Ну, скорее всего, да, это килограмм. Сколько словил? 21000 килограмм, пацаны. Это ж пиздец. Это просто пиздец. Мне даже до 10 места еще хуй знает сколько. Вот какой у меня, в принципе, статистика. Вот. У меня всего лишь 408 килограмм. Четвертый скилл. И все, блять, мне до них вообще далеко. Поэтому, пацаны, у вас есть реальный стимул ловить рыбу и попасть в топ рыбаков, как бы. Конечно, это будет легко, но я думаю, постараться можно и попробовать тоже. Поэтому дерзайте. Кому это интересно, можете, в принципе, рыбачить. Ну, а мы погнали смотреть, как нужно жарить рыбу, искать это место. Нам нужно прописать GPS, пацаны, общественные места и вот рынок. И мы направимся туда и нужно найти это место. И вот эта команда, которую нужно прописать. Нам пишется, вы около места для приготовления пищи. Вы не около места, должно быть написано по ходу опечатка. Места есть у рынка, костров и горящих бочек. Окей, значит, мы направимся на рынок и будем искать эти бочки, костры и так далее. Минуточку внимания. Хочу поставить бизнес моего друга. Его бизнес это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко. Он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS. Шестой раздел. Листаем. 27 бизнес. Вот. Спортзал Качок Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный. Приходите и тренируйтесь. Так, я приехал на рынок, но никаких костров я здесь как бы не вижу вообще. И где они вообще могут быть? Давайте эту команду пропишем. Где можно эти костры найти? Я вообще не представляю как бы. Так, место есть у рынка костров горящих бочек. А где этот рынок костров? Где оно, блин? Я вот не понимаю, серьезно. Давайте, может, от бинов спросим. Так, я написал, где места у рынка костров и горящих бочек, чтобы приготовить рыбу. Покажите, пожалуйста. Я просто реально не вижу, где здесь бочки, здесь, здесь что, где тут вообще что-то есть. Тут ни огня никакого вообще нету. Ну и, естественно, мне никто не ответил, хотя три админа в сети есть. Я у Фомы спрашиваю, может, кто-то из Фомы знает. Нет. Я не буду ссылку на модпак сливать. Уже заколебались эти вопросы, вся личка забита. Слим модпак и так далее, блин. Реально бесит. Лучше помогли, блин, мне найти это место. Так, я, по-моему, вспомнил для подписчиков. Да не буду я сливать модпак, блин. И так меня там все, типа, говорят, что я модпак слил, хотя я просто его показал 50%. Ещё сливать его подписчикам. Да, ссылку сейчас всем скину, блядь. Чтоб вообще, блядь, меня нахуй деактивировали, блядь, и пиздец. Я вспомнил, что под мостом, по-моему, есть такое место, где можно, типа, рыбу сделать. Или возле этого есть, по-моему. Да, там есть костёр, и, может, там можно это сделать? Скорее всего, да, давайте попробуем. Извиняюсь за шуму, потому что, сука, соседи заебали уже, блядь. Димон, пятый месяц, блядь, делают. Вот здесь огонь, короче, есть. Вон, вон, вон. Так, может, здесь я смогу это сделать? Так, давайте пишем команду. Во, в натуре, возле костра вот этого можно сделать. Так, давайте 10 килограмм сделаем. Блядь, шпроты среднего качества. Блин, вообще чётенько, пацаны. Я нашёл в стыке. Надо вот такие места. Знаете, что возле Бусаева такие места есть. И вот здесь такое место есть. И там под мостом есть, короче. Ну, это круто, блин. Наконец-то я нашёл это место. Давайте попробуем купить много рыбы. И сделать что-то такое годное прям. Владислав Моретти, привет тебе. Передаю привет Вадиму Демонику. Дмитрию Франческо, тебе тоже привет. Вилл Манхаттон, привет тебе тоже. Короче, всё, вот здесь можно рыбу купить, пацаны. Но выходнее намного, пацаны, это продавать рыбу. Ну, либо саму ловить, ловить, где я вам в конце видео расскажу. В принципе, так кратко, кому будет неинтересно смотреть другие видео, просто про рыбалку. Вот, в 20 ценах. Ох, ебачь, сейчас рыбу можно дорого продать. Блин. Вот, даже к примеру, сейчас вам покажу. Смотрите, пишем фиш, например. Например, статистика, у меня есть 13 килограмм. Вот, если я продам 13 килограмм, к примеру, так продать 13 килограмм. Я получил 5000. Давайте, я думаю, купим рыбу, чтобы её пожарить, в принципе, килограмм, наверное, 50. 50 килограмм. 32 тысячи, блядь, отдал. Ёбаный в рот, пиздец. Ну, ладно, всё для вас, пацаны, чтобы вам показать, как бы. Поэтому, я думаю, вы меня поймёте, короче. Но выгодно рыбу продавать. Просто каждый, как бы... Так, поехали, поехали. Каждый, короче, час меняется экономика рыбы. Короче, она то дороже, то дешевле. Поэтому, следите за ней. И я об этом в видосах остальных рассказывал, короче. Поэтому, вот такие вот дела. Так, снова едем на наше место, в принципе. И здесь можно рыбу пожарить. А что с ней делать, я вот серьёзно не знаю даже, что делать с жареной рыбой. Буду рыбу жарить. Так, пишем команду вот эту. Вот такая вот команда. Да, можно. Да, можно рыбу жарить, если что. Так, давайте, не знаю, может, что-то какое-то сделаем. Так, настройки персонажа. Всё, включаем эти драйбы. У меня багажник дохуя рыбы. Но это хорошо. Так, пишем вот эту волшебную команду. Укажите количество килограмм рыбы, которую вы хотите потратить на изготовление. От количества зависит тип еды и её количество. Чем ниже качество еды, тем меньше сытности она будет восстанавливать. И тем выше шанс заболеть какой-нибудь болезнью. Ой-ой-ой, это ж хреново. Так, 50 это килограмм. Так, вы приготовили шпроты высокого качества. Вот, заебись. Так, я успел ещё скриншот сделать. Блин, это очень круто. Шпроты высокого качества. Так, фиш пишем. Статистика. Ага. Которые рыбы приготовили. Так. А как эту рыбу съесть? Прикольно. Ну да, прикольно. Как её съесть вообще? Вот, кто знает, как её схавать, пацаны, напишите в комментариях, пожалуйста, команду. Я просто не знаю. Рыба, может, какая-то команда. Давайте поищем в ММ команды, остальное. Ну, я думаю, это, короче, понятно всё. Как бы, да. Как я показал, её можно здесь жарить. Но можно любые места найти. Знаете, есть такие места. Укромные, в лесах, там, в Высаево, в Батырево есть такие места, где можно пожарить, в принципе, эту рыбу. Я вот как-то сам додумался, я вспомнил, что есть такие места. Я думаю, почему бы нет. Скорее всего, типа, здесь можно рыбу пожарить. Но как её съесть, я на самом деле пока что не знаю. Напишите команду в комментариях, кто знает. СЕРГО ПУТБУЛЬ ПРЕДЬ ТЕБЕ ПЕРЕДАЮ. Итак, вот мы приехали. Вот здесь, короче, можете купить удочку в нашем семейном бизнесе. Находится он недалеко возле этого порта. Как найти пирс вообще этот, пишите GPS. Потом общественные места пишите или ставите в самый низ. И здесь есть причал для ловли рыбы. Андрея Ротан, привет. Андрюшке Ротану приду, привет. Вот, подписчик, короче, здесь бегает. Просто покупайте удочку, наживку, и вы можете спокойно идти рыбачить. Потом вы можете эту рыбу продать, в принципе. Подробно повторюсь, я снимал два видео. Вы можете посредить их на канале. Блин, подписчик, ну зачем ты в АФК вышел, ё-моё. Короче, покупаете 27 мудочку и наживку, и идёте, в принципе, на пирс рыбачите. Вот и всё. Я вот не знаю, как эту рыбу есть, её можно есть. Она, типа, сытности прибавляет намного. Типа, хп будет меньше уменьшаться. Поэтому пишите в комментариях команду, потому что я, честно говоря, не знаю. Админы ходят ветер. Я думаю, вы сами... Вот, кстати, чувак, который на первом месте, вон, побежал в магазин. Он на первом месте в топе по рыбакам. Так, или ты где? У 24 на 7. Вот, в 24 на 7 я нахожусь, короче. Я думаю, я вам всё рассказал, показал. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok